Дальше обещаний дело не зашло. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, почему жители приграничных сел проклинают наше правительство. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Жители нескольких сел из Фаринского района, дома которых полностью или частично были разрушены в результате приграничного конфликта в ночь, с 27 на 28 января обвиняют таджикские власти в том, что они не держат своих обещаний. Третий месяц люди ждут восстановления своих домов. Власти не раз обещали им помочь. Но дальше обещаний дело не шло. В Хукумате из Фары сообщили, что они подсчитали размер ущерба, нанесенного в результате конфликта, и ждут решения Хукумата с Агдийской области. Дом жителя села Чаркух Тахира Мерзоева был полностью разрушен в ночь с 27 на 28 января в результате прямого попадания снаряда с кыргызской стороны. Дом сгорел вместе со всем его имуществом. Тахира Мерзоева приютили родственники, сын с невесткой уехали в Россию. Дом Тахира Мерзоева находится на окраине села Чаркух, недалеко от условной линии госграницы. После конфликта в течение трех дней пришли представители соответствующих учреждений. Сколько ставил подписей в документах, не помню. Сначала обещали начать восстановление дома сразу после 8 марта. Позже сказали, что работы начнутся после праздника Навруз. До сих пор палец за палец не ударили, чтобы восстановить дом, говорит наш собеседник. Дом Тахира Мерзоева разрушен во второй раз. Первый раз в конце апреля прошлого года также в дом попал снаряд. По его словам, невестка тогда находилась недалеко от дома. У нее во время обстрела случился сердечный приступ. «Жить на границе не так просто. Мы здесь не только живем, но и защищаем нашу землю. Я могу бросить все и перебраться в другое безопасное место. Кыргызы обрадуются. Сегодня уеду я, а завтра уедет другой. Кто останется?» – возмущается Тахир Мерзоев. По официальным данным, в результате конфликта на таджикско-кыргызской границе были полностью или частично разрушены 52 жилых дома и другие объекты в сельских джамуатах Чаркух и Сурх. Тогда неизвестными был сожжен и дом Фархода Бобоева. «Вечером 27 января началась стрельба, и нам позвонили и попросили перебраться в безопасное место», – рассказывает Фарход Бобоев. Около 10-11 часов начался пожар. Утром вернулся домой и увидел, что он превратился в пепелище. Дом был сожжен, поскольку никаких мест от пуль на стенах не было. Дом Фархода Бобоева первый раз был разрушен в результате приграничного инцидента в 2014 году, второй раз во время вооруженного конфликта конца апреля 2021 года. Власти восстановили дом, однако в январе этого года он был сожжен неизвестными лицами. В администрации города Исфара от комментариев отказались. Один из местных чиновников, который предпочел остаться неназванным, сообщил, что власти посчитали размер ущерба, нанесенного в результате конфликта. Отчет отправлен в Хукумат Сагдийской области. Хукумат из Фары ранее сообщил, что сумма ущерба от приграничного конфликта, произошедшего в ночь с 27 на 28 января, составляет около 2 миллионов саманий. В результате обстрела кыргызских пограничников были разрушены не только жилые дома. Медицинский пункт в селе Саманьон, на стенах которого до сих пор видны следы от пуль, также не восстановлен. Медпункт расположен примерно в 20-30 метрах от воинской части погранвойск Кыргызстана. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Гуламхон Асламов, житель села Саманьон, сказал, что медпункт уже 3 месяца не работает, и больных вынуждены отвезти в больницу в Черкух или из Фару. Мы живем в приграничной зоне, и что произойдет через час, никто не знает. Здесь находятся женщины и дети, доехать до центра не так просто. Личный транспорт имеется не у всех, а общественный транспорт здесь ходит редко, говорит собеседник. Когда будут восстановлены медпункт и разрушенные дома, неизвестно. Некоторые жители приграничных сел считают, что власти ждут полной стабилизации ситуации на границе, поскольку при очередном конфликте эти дома вновь будут разрушены. А где нам жить до стабилизации ситуации, спрашивают хозяева разрушенных домов. Причина стычек и конфликтов более 300 километров. Не уточненной линии таджикско-кыргызской границы. Власти Таджикистана и Кыргызстана за 30 лет независимости так и не смогли решить проблему делимитации демаркации границы. На спорных участках границы часто возникают конфликты из-за земель, воды и незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий. А как вы относитесь к тому, что власть так наплевательски относится к проблемам своего населения? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.